Скандалы, интриги, расследования, кто же продался на YouTube, кто сколько зарабатывает, где реклама и сколько за нее платят. Обо всем этом вы узнаете в этом видео. Нет, скорее это видео можно будет отнести к таким научно-популярным, то есть я расставлю все точки над И, какие есть виды рекламы, что это означает, когда вам платят за обзор, как в целом на YouTube можно зарабатывать, в общем-то мы с вами обо всем об этом сегодня поговорим. И на создание этого видео меня сподвигли в основном комментарии зрителей, которые я даже замечаю не у себя на канале, а которые я замечаю на каналах тех девчонок, кого я смотрю. И когда я читаю эти комментарии, я понимаю, насколько зрители далеки от понятия того, как вообще работает реклама на YouTube, за что платят деньги, как часто и как это трансформируется потом в видео, сколько можно заработать и так далее и тому подобное. То есть в основном эти понятия очень такие туманные и на самом деле далеки от правды. Поэтому для того, чтобы разобраться сегодня, я вам расскажу о всех источниках дохода, ну по крайней мере самых-самых таких очевидных популярных, которые действительно приносят деньги. И очень надеюсь, что это видео вы воспримите адекватно, потому что тема довольно-таки скользкая и на русском YouTube очень болезненная. Но я надеюсь, что после того, как вы это видео досмотрите до конца, все станет немножко более понятным. Итак, давайте начнем с того, что я перечислю самые главные источники дохода блогера. И я сегодня буду вам рассказывать с точки зрения бьюти-сегмента, а также своего собственного опыта, который уже достаточно такой большой, как мне кажется. На сегодняшний день существует приблизительно 5 источников дохода блогера, который занимается блогерством именно уже на более профессиональном уровне. Первый источник дохода наиболее банальный – это реклама Google, которая показывается во время просмотра вами видео на YouTube. Дальше мы имеем спонсорство, коммерческое сотрудничество, заработок от продаж, от ссылок аффилиата и самое последнее – это контракты с третьими лицами. И давайте теперь разберемся, что каждый из этих пунктов означает. Первый, как я и сказала, это самый банальный, то есть как только вы набираете, по-моему, сейчас лимит 1000 подписчиков, вы можете начать монетизировать ваше видео, то есть вы подключаетесь к партнерке YouTube или к партнерке через какую-то медиасеть и на ваших видео начинают включать рекламу. Сейчас это выглядит так, что перед началом видео вы можете посмотреть короткий ролик несколько секунд, который нельзя пропустить, либо видео будет прерываться, как на рекламные блоки, скажем так, и вы также можете смотреть какие-то либо короткие рекламные ролики, либо длинные, которые можно нажать кнопочку «Пропустить» и не досмотреть его до конца. На эти рекламные блоки блогер по сути никак не влияет, то есть мы не можем выбирать, что конкретно там показывать, то ли рекламировать вам машины, то ли рекламировать вам косметику. YouTube сам, согласно своему алгоритму, подбирает под ваш возраст, под ваши предпочтения, под ваши запросы на том же Google, он сам выбирает, что вам показывать. И на самом деле, если говорить про финансовую сторону, то вот доход от рекламы YouTube, он самый ничтожный, наверное, из всех вообще остальных доходов, которые я описывала раньше. Дело в том, что в целом, как бы, этот вид дохода никогда не был популярен, и если бы остался только он один, YouTube вряд ли бы сильно много людей занимались, то есть это были бы сугубо вот такой вот уровень хобби, вы бы не видели, скорее всего, какую-то красивую картинку, красивое освещение, хороший звук, я не знаю, там какие-то дорогие качественные продукты. Это все бы, скорее всего, осталось вот на таком вот очень низком уровне, который был, там, я не знаю, лет 6-7 назад, когда все снимали на какую-то веб-камеру. Сейчас же все намного усложнилось, блогеры вкладывают деньги и в аппаратуру, и свет, и звук, и фоны, и придумывают какие-то, я не знаю, съемки, там, где-то на локациях, которые платные тоже. Поэтому все это требует тоже вложений, и, соответственно, искались пути, как можно увеличить доход. Но все это развивалось очень естественно, то есть не то, что блогеры специально думали, так, мне нужно заработать больше денег, дайте мне денег, давайте я что-то прорекламирую. Все это как бы развивалось и текло очень плавно, и одно перетекало в другое, и, собственно, сейчас имеем то, что имеем. Что касается дохода YouTube, то еще тоже не забывайте, что если блогер подключен к партнерке, я, к примеру, подключена к партнерке Air, это одна из самых, наверное, сейчас популярных медиа-сетей, к которой очень многие блогеры подключены, и партнерка тоже забирает себе, там, процент от вашей прибыли. Поэтому то, что вы получаете на руки за месячную работу, скажем так, это очень маленькие деньги, поверьте, их даже недостаточно для того, чтобы купить, я не знаю, какую-то косметику, да, нормальный объем косметики, чтобы потом вам же делать на нее обзор. Этот вид дохода тоже, кстати, очень сильно зависит от страны, то есть в России тариф немножко выше за рекламу, нежели в Украине. И если я не ошибаюсь, я вот сейчас эти данные нигде не нашла, но когда-то мне попадался список, допустим, там, в Арабских Эмиратах, там вообще очень-очень большой тариф за показ рекламы, блогер реально получает очень много денег, то есть разрыв действительно огромный, если в Украине, там, ну, к примеру, это, там, 4 доллара за тысячу просмотров, то в Арабских Эмиратах мне попадались цифры 65 долларов за тысячу просмотров. И тут тоже важно учитывать, тысяча просмотров это не тысяча просмотров видео, это тысяча просмотров рекламы, именно полноценных просмотров. И в зависимости от того тоже, какой ролик вы посмотрели, тоже разная цифра бывает. То есть если это короткий ролик, который длится, там, 3 секунды, и его нельзя пропустить, то там сумма маленькая. Если вы до конца досмотрели длинный ролик, который, там, 2,5 минуты, например, идет, то тут блогер получит больше всего денег. Поэтому, если хотите поддержать своего любимого блогера, не пропускайте рекламу, досмотрите ее до конца, и таким образом вы немножко вложитесь в развитие того же блогера. Дальше давайте с вами рассмотрим коммерческое сотрудничество. Это как раз-таки то, в чем обвиняют большинство каналов, что это реклама. И с этим пунктом нам с вами нужно лучше всего разобраться, потому что он самый такой вот противоречивый, скажем так. Как это все в целом работает? Зачастую на имейл блогеру приходят сообщения в стиле «Добрый день, нам очень нравится ваше видео, вы очень классный блогер, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». И мы, такая-то компания, хотим вам предоставить то-то, то-то, то-то для обзора. Скажите, пожалуйста, какие у вас условия сотрудничества? Некоторые сразу конкретно высылают список, сколько стоит преролл, сколько стоит пост ролл, сколько стоит пост в инстаграм, сколько стоит это, сколько то. Я зачастую, да и все, наверное, на такие письма отвечаю тоже очень таким стандартным заготовленным шаблоном, что я работаю так и так, коммерческое сотрудничество стоит столько-то, столько-то, некоммерческое сотрудничество предполагает то-то, то-то. И после того, как вот эти стандартные письма мы туда-сюда отправили, начинаются уже реальные переговоры, то есть они смотрят и предлагают уже что-то более конкретное, то есть мы пришлем, допустим, это, и нам надо как бы вот это. Но сразу хочу тут сказать, что когда компания платит деньги, это не оплата за то, чтобы я сидела и хвалила какой-то продукт, это не оплата для того, чтобы я навязывала вам какой-то продукт. Оплата на самом деле, и это вот у меня конкретно в письме это прописано, что коммерческое сотрудничество предполагает то, что компания может добавить какую-то определенную информацию в видео. Допустим, они хотят, чтобы я объяснила, как вам оформить заказ на сайте, и я эту информацию, естественно, включаю, потому что это предполагает наше сотрудничество. Или, допустим, они хотят рассказать о каком-то конкурсе, или, допустим, они хотят рассказать о истории своего бренда. То есть коммерческое сотрудничество предполагает то, что они могут что-то добавить в ваше видео, но это не значит, что они контролируют то, что вы скажете. По крайней мере, я никогда не работала так, что мне заплатили деньги, и я по сценарию села и сказала, покупайте вот это, вот это классный продукт, вот это вам сделает то-то, то-то, то-то. Он очень замечательный, он очень потрясающий, поэтому обязательно его покупайте. Так это не работает, по крайней мере, у меня на канале такого никогда не было. Если я принимаю оплату, то я просто учитываю пожелания заказчика, я могу включить какую-то дополнительную информацию, могу о чем-то вам рассказать, о чем бы я наверняка не рассказала, если бы я просто делала обзор. И большинство брендов, кстати, они на этом и делают акцент, что мы хотим коммерческое сотрудничество, но не подумайте, что мы хотим повлиять на ваше мнение. И я тоже, когда общаюсь с брендами, то я пишу, что вы получите мнение, как у среднестатистического покупателя, это не будет какая-то неприкрытая реклама, и в то же время это не будет создание плохой репутации для компании, то есть даже если мне продукт не понравился, блогеры зачастую стараются это более деликатно как-то преподнести. И, кстати, о негативной рекламе я вам тоже обязательно чуть попозже расскажу, пока мы разбираемся немножко с другими вещами. Поэтому я считаю, что конкретно в коммерческом сотрудничестве ничего плохого нет, потому что таким образом блогер может тоже зарабатывать дополнительно деньги, но вы в то же время получаете все равно абсолютно такие же обзоры, как и если бы я пошла и купила этот продукт сама. Что касается того, какая оплата идет за коммерческое сотрудничество, то тут у всех абсолютно разные цифры, все зависит от того, как ваш канал смотрят, сколько у вас подписчиков, ну то есть в основном ваша какая-то аналитика вашего канала, если это очень широкий обхват аудитории, то, конечно, блогер может запрашивать более высокую стоимость, если это какой-то небольшой канал, то тут, конечно, сильно тоже не разгуляешься. У меня, по крайней мере, получается больше заработок, чем просто на рекламе YouTube, и это действительно те деньги, которые я потом могу использовать, и опять-таки вкладывать в канал, улучшать качество, покупать для вас фоны красивые, делать хорошие звуки и так далее и тому подобное. Что касается более высокого уровня коммерческого сотрудничества, то тут идет уже следующая статья доходов, а именно спонсорство. Спонсорство – это более высокий уровень коммерческого сотрудничества, потому что коммерческое сотрудничество может быть только единоразовым, то есть бренд с вами связался, посотрудничали, и как бы все, разошлись, и больше как бы ни вы к этому бренду никак не обращаетесь, ни он к вам никак не обращается, но что касается спонсорства, то здесь это более длительные какие-то контракты, на полгода, на год, в зависимости от обстоятельств, в зависимости от того, как вы там договоритесь, и что это по сути собой представляет, что компания либо постоянно будет вам присылать какую-то продукцию, какие-то новинки, и, соответственно, будет платить вам деньги каждый раз за то, чтобы вы, ну, допустим, как можно быстрее об этих новинках рассказывали, чтобы это действительно оставалось актуальным, да, то есть если вам пришлют новинку, а вы на нее обзор будете делать через там месяц-полтора, то это как бы уже будет неактуально, потому что уже успеют выйти, например, какие-то более новые продукты, и компания, естественно, заинтересована в том, чтобы как можно быстрее вы об этом рассказали, но в то же время обязательно блогер закладывает какое-то время на тестирование, и если это тестирование, допустим, помады, то тут два раза ее поносил, уже, в принципе, понятно, что о ней можно рассказать. Если это тестирование какой-то уходовой косметики, то тут, конечно, нужно больше закладывать промежуток времени на тестирование, для того, чтобы какую-то полноценную точку зрения сформировать. Спонсорство также бывает и не коммерческим, то есть могут вам просто постоянно присылать какую-то косметику или какие-то товары, но при этом денег никаких дополнительно вы не получаете. Но по большому счету, если оплаты нет, то это уже скорее даже не спонсорство, это пиар-рассылки. Пиар-рассылки это когда просто пиар-отдел какой-то компании, или пиар-компания какая-то, которая работает с определенными брендами, тоже включает в вас список рассылки, и вы получаете постоянно какую-то косметику, но, тем не менее, вас никто не принуждает делать какие-то обзоры, то есть даже если косметика, которую вам прислали, вообще не появится в видео, то никто вам никаких претензий не предъявит, потому что вы можете делать на нее обзор, можете не делать, можете делать на часть товара, обзор, который вам понравился, допустим. То есть пиар-рассылка это, грубо говоря, постоянный такой конвейер, когда вам отправляют, 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 и, в общем-то, от вас ждут выхлопа в плане того, что какие-то определенные продукты, вы будете рассказывать, что они вам понравились, и у каждого блогера это будут свои, скорее всего, продукты, потому что всем нам нравится что-то разное. Спонсорство как таковое, это, наверное, один из самых прибыльных источников дохода, и когда блогер уже замечает какой-то бренд, серьезный особенно, а в основном спонсорство делает именно серьезные бренды, то это, мне кажется, уже свидетельствует об очень хорошем уровне развития, и такие блогеры зачастую как бы вполне этого заслуживают, заслуживают той оплаты, которую они получают, и опять-таки, как я и говорила, платят не за обзор, и платят не за то, чтобы рекламировать какой-то продукт, или втюхивать вам его насильно, а платят за то, чтобы получить какие-то плюшки в плане того, что там быстрее вы сделаете обзор, или как-то, может быть, лучше поработаете над его монтажом, я не знаю, ну, я бы сказала, что нет каких-то два одинаковых вида спонсорства, то есть всегда все обсуждается, и находятся какие-то индивидуальные пути. Еще один вид заработка на YouTube, это ссылки аффилиата, я думаю, что вы приблизительно понимаете, что это такое, это когда блогер оставляет ссылку, и если вы покупаете через эту ссылку, то блогер получает какой-то там мизерный процент. Эта статья доходов тоже очень минимальная, я бы сказала, за исключением того, если это какое-то совместное, опять-таки, сотрудничество, возможно, выпуск какой-то там совместной коллекции с каким-то брендом, то есть, допустим, если меня наняли для того, чтобы я выпустила, ну, я не знаю, какой-то оттенок теней там, допустим, для какой-то компании, и потом мне этот оттенок, соответственно, нужно рассказать о нем своим зрителям, рассказать, как я его создавала, какой он классный, какой он замечательный, и, соответственно, оставить на него ссылку в описании, и если это продукт, в создании которого я была задействована, то процент, который я получаю от продаж, намного больше, чем какой-то стандартный процент, если, допустим, это какой-то магазин, или там, я не знаю, или это продукт, который, в создании которого я абсолютно никак не участвовала, а просто сделала обзор. Вот такие вот обзорные, скажем так, ссылки, они очень мало денег приносят, и тут даже речь идет не о том, что мало там покупают зрители через эти ссылки, а просто там как бы такой маленький процент, что как бы, ну, особо, мне кажется, блогеры на это не обращают внимания, даже я зачастую вставляю ссылки, ну, просто голые, да, не те, которые там какие-то афилиатские, потому что для того, чтобы реально заработать на этом, нужно постоянно акцентировать на том, что вот, вот, закажите, я вам оставила ссылку, вот только по ссылке вы переходите, вы там вот только-только по ссылке переходите, и это нужно постоянно и везде делать, и в соцсетях, и как бы и на YouTube-канале, и постоянно на этом акцентировать внимание, мне просто вот как бы именно конкретно эта статья дохода меня лично никак не привлекает, поэтому я именно вот этим, ну, крайне редко занимаюсь, я даже не помню последний раз, когда я бы зарабатывала, именно из-за того, что по ссылкам моим кто-то переходит и что-то покупает, и последний источник дохода, это контракт с третьими лицами, что опять-таки это означает, что YouTube по большому счету для меня всегда был площадкой для того, чтобы заявить о себе, то есть можно это делать как-то локально, на уровне там своего города, да, я бы могла, к примеру, стать визажистом, делать макияж, возможно, я бы в каких-то кругах там где-то засветилась, кто-то бы меня в моем городе знал, записывались бы ко мне какие-то клиенты, но YouTube это сразу выход на международную арену, и причем очень быстро, я знаю примеры, когда достигали очень больших успехов, буквально за полгода, уже миллионные подписки, это, конечно, к сожалению, не мой случай, но тем не менее, все равно, мне кажется, что я заявила о себе намного больше, чем если бы я просто занималась чем-то вот локально в своем городе, поэтому контракт с третьими лицами, что это означает, что вы начинаете, вас начинают нанимать для работы не на вашем канале, а на каких-то совсем сторонних проектах, это может быть создание видео для какого-то проекта, это может быть, там нанимают, допустим, меня как визажиста для какой-то съемки, и это уже более такой серьезный уровень, то есть меня могут вызвать и в другой город, и в другую страну, соответственно, это все оплачивается, там перелет, проживание и так далее, и тому подобное, поэтому контракт с третьими лицами, это тоже очень серьезное достижение, когда вас уже вот так вот хотят нанять, и чтобы вы что-то сделали для какого-то стороннего ресурса, это тоже очень круто, и на самом деле это классный способ тоже заработать деньги, но при этом не менять никак формат своего канала, то есть чтобы никто тебе никак не диктовал, что тебе делать, что тебе добавлять видео, что у тебя убрать с видео, как там поставить кадр и так далее и тому подобное, то есть вы все равно на своем канале сам себе режиссер, а для какого-то стороннего проекта вы уже можете делать так, как вот именно им нравится, какой-то формат делать, который им подходит, что касается конкретных каких-то цифр, то здесь я вам, к сожалению, ничего не подскажу, потому что, как я уже сказала, у всех эти цифры разные, и за разные виды сотрудничества тоже эти цифры разные, и зависят они от того, насколько у вас более развитый, скажем так, канал. Что касается того, как блогеры там на этом богатятся и так далее, я вам тоже хочу сказать, что не думайте, что все, что получает блогер, за тоже коммерческое сотрудничество или спонсорство, что все это вот чистый доход, и идет оно в карман, и вот блогер просто жиреет и жиреет просто от этих сотрудничеств, а вы, бедные, все больше и больше смотрите рекламы. На самом деле, не знаю, как кто, но я, когда делаю какое-то коммерческое сотрудничество, я всегда стараюсь выложиться по полной программе и показать себя с какой-то профессиональной стороны, чтобы люди, которые мне заплатили, поняли, что они не заплатили, не получили видео так натяп-ляп, знаете, как попало, потому что, если так и сделать, то, скорее всего, вы, ну, сильно хорошую репутацию не заработаете, то есть это будут такие разовые какие-то сотрудничества, и никто не будет заинтересован в том, чтобы с вами реально работать, а развитие блогера, мне кажется, заключается в том, чтобы все ближе и ближе как-то работать с брендами, чтобы бренды все больше и больше вам доверяли, доверяли вашему мнению, доверяли вашей какой-то оценке, потому что YouTube, сообщество сейчас очень сильно разрастается, в США это вообще огромная сфера влияния, на данный момент реклама на YouTube приносит намного больше выхлопа брендам, и намного меньше деньги, чем реклама, там, например, в каких-то журналах, там, в СМИ, по телевизору и так дальше. Но, как я и сказала, не все эти деньги, которые вам платят, идут себе в карман, потому что иногда нужно тоже и выложиться для того, чтобы создать видео, где-то вам нужно закупить какой-то реквизит, где-то, например, я, когда создаю видео, я понимаю, что мне не хватает какого-то плагина. Что такое плагин? Это такая, скажем так, какая-то штучка, которую вы покупаете для вашей программы, которая редактирует видео. То есть, если вы видите какие-то, там, я не знаю, красивые надписи, да, или плавные переходы, или какие-то, какую-то анимацию, все это стоит денег. Это не просто какие-то особые умения блогера, что вот этот блогер умеет красиво делать видео, там, красиво редактировать видео, а этот не умеет делать красивое видео. Все вот эти вот штучки, которые вы видите, которые улучшают картинку, там, какие-то переходы, какие-то разделения экрана, все это стоит денег. Музыка тоже зачастую, если используется какая-то royalty-free, то это ничего не стоит, но очень много блогеров тоже покупают музыку, а музыка стоит очень дорого, на самом деле. Многие блогеры тоже бывают, делают какие-то видео, там, для этого нужно нанимать студию, для этого нужно или там брать в аренду какую-то аппаратуру определенную, для того, чтобы сделать какие-то определенные кадры, как, например, там, съемка квадрокоптерами, или, я не знаю, ну, в общем-то, очень-очень разные варианты, и я, например, если выбираю, вот просто положить себе в карман деньги или создать реально крутое видео, я, скорее, выберу создать более крутое видео, потому что это мое тоже и портфолио, да, если потом обращается ко мне бренд, я ему показываю, что вот, я могу сделать вот так вот, а могу сделать еще лучше, если вы, там, допустим, добавите еще столько-то, столько-то, я еще сделаю вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Поэтому, по большому счету, те деньги, которые вам платят, вы же, опять-таки, в себя и вкладываете. И процесс это абсолютно бесконечный, то есть можно бесконечно улучшать качество, можно бесконечно покупать аппаратуру, потому что стоит она, как вы знаете, очень дорого. Сейчас более-менее такие приличные, приличная аппаратура, на которую снимать, стоит порядка тысячи долларов. Это от, это самая-самая такая, вот как бы начальный уровень. А многие снимают на аппаратуре, которая стоит, там, три тысячи, пять тысяч, там, семь тысяч долларов. То есть в зависимости от того, что вы просто можете себе позволить. И хочу еще затронуть одну очень такую щепетильную тему, а именно, что может повлиять на обзор блогерам. Сейчас, да и в принципе не только сейчас, но уже в последнее время, стало очень популярным, и это тоже, как я считаю, как один из этапов развития, блогеру не просто вот отправлять какие-то продукты, да, для обзора, а как-то его интегрировать в сам бренд. То есть приглашать на какие-то мероприятия, делать какие-то совместные поездки, презентации, какие-то, не знаю, приглашать на место производства той же косметики. И я вам хочу сказать абсолютно честно, что вот эти вещи могут повлиять на обзор блогера. Почему? Потому что, когда вы намного больше инвестированы в сам бренд, инвестированы, я имею в виду просто, вот как бы вы тратите на это время, вы больше погружаетесь в историю, как продукты создавались, сколько времени на это все было потрачено, у вас заведомо складывается совсем другое ощущение, нежели вы просто получили посылку, открыли, там выкрутили помаду, накрасились, ой, нет, не нравится, все, выбросила и как бы и забыл. То есть, когда вам объясняют, что вот, вот эта помада была там разработана, так-то, так-то, мы потратили на это столько-то времени, мы специально продумали формулу, чтобы она была вот такой-то. Ты сразу вот начинаешь подсознательно совсем по-другому относиться к этому продукту, и ты понимаешь все то время, все те ресурсы, силы, которые были затрачены на этот продукт, и когда ты его тестируешь, ты совсем по-другому к нему относишься, и ты его тестируешь уже с точки зрения вот той информации, которую ты получил. То же самое касается поездок. У нас, допустим, это тоже уже становится популярным, но в Америке это вообще крайне популярная штука, когда бренд какой-то собирает группу блогеров, везут их куда-то в какое-то офигенное место, к примеру, недавно компания Tarte, я не знаю, сколько там блогеров, 20-30, наверное, они отвезли на Бора-Бора, и они там отдыхали, по-моему, дней 5, и все эти 5 дней были презентации продуктов, то есть они там презентовали палетку для скульптурирования и палетку теней. И вот все эти дни, как бы единственное требование для блогера, это было снимать влоги, снимать вот эти инсайдерские, такую инсайдерскую информацию по поводу вот этих вот продуктов новых. И, соответственно, естественно, это вызывает больший ажиотаж среди зрителей, которые всех этих блогеров смотрят, и блогеры сами смотрят вообще, как это все презентуется, презентуются, как они это все нахваливают, как они все это показывают вам, и блогер сам тоже начинает, как бы вот под влиянием этого всего, там поездка, солнце, море, классно, еще и палетка такая красивая, то есть все это совсем другое настроение, нежели вы просто получаете этот продукт, открываете, там пару раз протестировали, посвочили и сделали какие-то выводы. И самое последнее, о чем мне хочется с вами поговорить, это почему в большинстве своем на YouTube нет негативных отзывов на продукты? Тут опять-таки есть две стороны медали, первое, я, к примеру, не очень люблю делать негативные какие-то отзывы на продукцию, потому что если продукт не понравился мне, далеко не факт, что он не понравится вам. У всех у нас разные предпочтения, если я ищу от продукта определенные характеристики, вы, возможно, совсем по-другому на этот продукт будете смотреть, и вам он наоборот понравится. И как бы это подтверждается тем, что когда я какой-то продукт хвалю, мне бывают, приходят отзывы, что мне вот наоборот, вот это в этом продукте не понравилось. И тут я хочу вам рассказать еще про очень такое интересное замечание, что не думайте, что то, что вы видите в кадре на YouTube, это абсолютно все, что блогер получает на обзор. Я, к примеру, получаю на обзор намного больше продукции, чем вы видите в кадре. Но в кадре я показываю только то, что мне действительно нравится, поэтому в большинстве своем обзоры получаются позитивными, потому что я выбираю из всей продукции только то, что мне понравилось, и вам ее показываю. И я не буду вам показывать абсолютно все, потому что иначе мне нужно будет видео делать либо по три часа, либо, я не знаю, там каждый день вам рассказывать обо всем, обо всем, обо всем. И на самом деле это не имеет смысла, то есть для этого мы существуем тут как подопытные кролики, для того, чтобы тестировать какую-то продукцию и рассказывать вам о каких-то именно крутых, классных штуках, которые заслуживают вашего внимания. А если делать негативные отзывы, то опять-таки это, с другой стороны, это тоже очень неблагодарное занятие, потому что кому-то опять-таки может этот продукт нравиться, а с другой стороны, вы никогда не знаете, на какой бренд вы нарветесь, и бывало такое, что блогеров обвиняли в клевете, и даже были судебные тяжбы, поэтому вы никогда не знаете, когда вам реально придется серьезно отвечать за свои слова. И не думайте, что если блогер сказал, допустим, ой, это такое вообще, не стоит это покупать, это вообще отстой, это ужасный продукт, то есть, если вы такое скажете, и у вас достаточно широкая аудитория, и вам попадется какой-то неадекватный бренд, который на это как-то может жестко отреагировать, на блогера реально могут подать в суд и заставить как минимум это видео удалить, а как максимум выплачивать еще компенсацию, которую они там себе задумывают. И поверьте, это довольно страшно, когда какой-то большой бренд угрожает вам судом, судебным разбирательством, какими-то штрафами, когда вы какой-то маленький вроде бы себе блогер, и ничего плохого не имели в виду, а просто делали какой-то обзор на косметику. Я вот недавно видела очень хороший пример того, что блогер должен конкретно следить за тем, что он говорит на камеру, потому что это может иметь какие-то свои последствия. К примеру, если взять канал Никит Туториалс, она как-то в одном из своих видео тестировала помады Кайли Косметикс, и она их тестировала и ляпнула в своем видео, что вообще это, грубо говоря, то же самое, что Колорпоп, та же самая упаковка, та же самая формула, они небось делаются на одном заводе и так далее и тому подобное. Вот что-то вот в таком вот формате она сказала, и еще она твитнула это тоже в Твиттере. И эти слова не остались просто так без внимания. Компания Кайли Косметикс конкретно с ней начала разбирательство, после чего она в своем видео сделала официальное заявление, что она не имела права говорить о том, что эта продукция производится на каком-то заводе, не имея подтверждения этому, не имея каких-то реальных фактов этого. То есть она вот именно в такой очень официальной форме приносила извинения, что она не должна была этого делать, что это было неправильно с ее стороны. Поэтому наверняка они как бы пошли на какую-то мировую, и именно вот этим утверждением все и закончили. Поэтому делая обзор, реально нужно быть готовым к тому, что вам нужно это как-то чем-то подкреплять. Потому что нельзя просто сказать, что вот это вот плохо, и при этом не иметь абсолютно никаких доказательств этому. Или не то, что даже плохо, а что, к примеру, это сделано из некачественных продуктов, или еще что-нибудь, вот какое-то такое утверждение. Конечно, в основном на это все закрывают глаза бренды, но опять-таки, если вы говорите о чем-то, о чем вы не знаете, вот просто для того, чтобы, ну, как бы ляпнуть и пойти дальше, то бренд на это может посмотреть и подумать, что, ну, как бы вы не разбираетесь в этом вопросе, и с вами сотрудничать нет смысла, потому что вы о себе слишком высокого мнения, и это мнение, это эго с вас не сбить, и поэтому работать как бы с вами нет смысла. И это подводит меня уже к самым финальным заключениям, что скорее это такой посыл для молодых блогеров, для тех, кто только начинает. Я предпочитаю вот более профессионально относиться к своему каналу, и я вам желаю того же, никогда не смотрите на цифры, которые вам предлагают, если это действительно что-то, с чем вы не согласны. То есть я, например, не буду рекламировать продукцию, если это реально какая-то жесткая реклама, меня поставят в какие-то рамки и заставят вот именно рекламировать и обманывать своих зрителей. Я этого делать не буду, и вот мне запали в память слова Мишель Фан, когда она говорила, что вы репутацию свою испортить можете вот так вот, а восстановить ее практически невозможно. И если вы хотите задержаться на YouTube, то выбирайте очень мудро то, с кем вы работаете, на каких условиях вы работаете, потому что если вам зрители перестанут доверять, то все, ваш канал уже ничего не стоит, независимо от того, сколько у вас там, какая цифра у вас подписчиков. Поэтому пускай вы постепенно, постепенно, постепенно будете строить какую-то свою аудиторию, и вы в итоге поимеете очень лояльную, классную аудиторию, чем если вы будете хвататься за все предложения, вроде бы как получать деньги, но в итоге вас просто-напросто никто не будет смотреть. И на этой финальной ноте, наверное, я буду с вами прощаться. Видео получилось очень-очень-очень длинным, у меня даже уже голос начинает садиться, поэтому, если вам видео понравилось, обязательно поставьте палец вверх, давайте обсудим это дальше в комментариях, обязательно все буду читать, мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!